Медики должны быть обеспечены всем необходимым, а средствами индивидуальной защиты в первую очередь, в достатке и с запасом. Об этом не перестает говорить губернатор Андрей Клычков. У нас есть пять медицинских учреждений, в которых мы маршрутизируем заболевших с подтвержденной коронавирусной инфекцией, либо с наличием симптоматики, но прекрасно понимаем, что ни одно медицинское учреждение у нас не застраховано от попадания лиц коронавирусной инфекции. Вообще нет ни одного. Какой бы у вас профиль не был. Начиная от детских поликлиник, но я уж не говорю про районные больницы. И сегодня перед каждым из вас и передо мной должен стать один вопрос. Самое главное, с которым мы должны начинать, с которым мы должны заканчивать каждый день. Каким образом мы обеспечили безопасность наших сотрудников. Накануне по линии всероссийской акции «Мы вместе» в Орловскую область пришла партия средств индивидуальной защиты или СИЗОВ. Распределили на две больницы. Больница «Симашка» получает средства индивидуальной защиты, респираторы, которые необходимы для работы в нашем коллективе в условиях эпидемии коронавирусной. Эти средства позволят защитить самих медицинских работников от этого вируса. 500 защитных костюмов и столько же респираторов для «Симашки». Вдвое меньше СИЗОВ уйдет на этой неделе в НКМЦ имени Круглой. Это костюмы, это респираторы. Сегодня это своевременность, сегодня это необходимо. И в этих условиях, в сложных условиях, в которых мы сегодня находимся, является это безопасность врачей, безопасность пациентов, безопасность граждан. Вообще Российский народный фронт и волонтеры медики и дальше будут помогать. Медики в больницах обязательно должны использовать и респираторы FFP2, либо FFP3 класса, потому что они контактируют непосредственно с больными людьми. Также они должны использовать противочумные либо хирургические костюмы. Также используются медицинские шапочки. Волонтерам, медикам достаточно использовать перчатки, маски, безусловно, обрабатывать руки антисептиком. Поставки средств защиты в наш регион будут продолжены. 10 мая губернатор Андрей Клычков сообщил о том, что в нашу область отправили 23,5 тысячи комбинезонов биологической защиты, 10 тысяч высоких бахил, 5 тысяч медицинских шапочек и 4,5 тысячи респираторов FFP3. Виктория Юркова, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной.